здравствуйте друзья добрый вечер хотел поговорить на тему о том как соотносятся иммиграция через лотерею green card и через политическое убежище казалось бы такие разные процессы такие разные каналы иммиграции но я их объединил как бы в одну связку по некоторому критерию и критерий этот состоит в том что от вас в общем-то не требуется ничего такого что сложно где-то вот сформировать это не иммиграция по рабочей визе где вы должны быть специалистом какого-то профиля какого-то уровня найти работодателя в стране значит если вас преследуют за политические убеждения вы можете быть и стопняком там в бане а может быть академиком это неважно то есть ваш уровень образования не влияет даже я бы сказал что в лотереи green card от вас хотя бы требуется там среднее образование школьное а тут вообще никакого не требуется во всяком случае нет сложных требований к образованию нет никаких таких сложных требований к профессии нет абсолютно никаких требований там владению английским языком пойдите получите оффер на работу в американскую компанию без вообще английского языка я на вас посмотрю значит а здесь пожалуйста то есть как бы два таких по-своему близких канала близких по квалификации людей которые соответствуют конечно один просто должен был родиться в правильном месте и как бы на него шар выкатился да из системы и он дает вот твой шар заходи другой должен показать что его преследуют по какой-то там линии там да не за национальный религиозной политические убеждения там может быть он какой-то там сексуальное меньшинство там и так далее то есть конечно безусловно квалификация на политическое убежище и квалификация на green card лотерею разные но очень много других параметров то есть грубо говоря так если вы например какой-то серьезный специалист какой-то научной области то вы скорее пойдете по линии там скажем людей с одаренных дата вот есть видов для людей секса ординарными способностями можно сразу прям green card у делать годик там чуть-чуть там и вас упаковали мы въехали страну прямо с green card и даже вам и работодатель ты не нужен конечно но сколько таких сколько таких людей которые могут пойти по визе для экстра ординарных сколько людей которые могут пойти скажем по рабочей визе вот я смотрел статистику последнюю там из российской федерации меньше 1000 человек меньше это все это за год меньше 1000 человек там из других стран народ а вот тебе пожалуйста вот тебе вот вся российская федерация с ее там 140 с лишним миллионным населением вот 1000 человек по рабочей визе за год боже а мне кажется что невест больше умение статистики про невест у меня нет статистики про политическое убежище хотя наверно где-то есть просто у меня нет так невест больше ну смысле по браку да по политическому убежищу по по абсолютно любой категории больше людей приезжают ну кроме может быть инвесторов которые серьезный вклад делают тогда да вот этих совсем там единицы там говорить не о чем так вот получается что это наиболее массовые такие категории иммиграционные каналы иммиграции и конечно если кто-то такой безунчик что ему понимаешь можно сказать грин карту в посольстве выдают но не совсем грин карту но визу с которой час поедет получит свою грин карту это конечно привилегированный по своему путь потому что он может иметь там 10 детей знаете конечно ему конечно додумать о том откуда деньги там или что-то но когда он страну уже приехал при всем при том что он обещал не сидеть на шее у государства и так далее и так далее при всем при этом он обязан кормить своих детей там и чтобы у них была крыша над головой так далее ну значит значит ему дадут в элфер в конце концов там их больше половины в элфер получают даже те кто может работать и вообще детей нет все равно норовят на вэлфер попасть но им положит вэлфер то есть как бы по условиям финансовым этой семье и да им дадут вэлфер бесплатную медицину этом они как-то будут жить то есть у них есть поддержка колоссальная со стороны государства нынешняя распухшая финансово бывшая когда-то беженская эмиграция там двадцати тридцати лет летней давности вообще бы не могла состояться если бы не было финансовой поддержки и в случае чего люди не могли бы пойти там на вэлфер всей своей семьей там и так далее это 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 важный очень фактор это фактически ставит гринкарт лотерейщиков с точки зрения поддержки государственной на уровень беженцев в общем да то есть скажем беженцу никто не скажет тебе не положено вот а ты а ты получил а горинкарт лотерейщиков скажут как же так ты же обещал не сидеть на шее общество беженец не обещал но тем не менее ну тем не менее когда стыдно скажете вы и будете пользоваться дальше тому кто едет по политическому убежищу конечно все это намного сложнее реализовать то есть он должен во первых он должен получить визу которую не всегда легко дают мать это не то же самое что в лотерею выиграл пришел и как бы если нет каких-то очень факторов против него он получил свою визу здесь нет здесь не должно быть какую-то турист какую-то биг визу не иммиграционную так вроде приехал на конференцию может может там погостить там не знаю диагарский водопад посмотреть значит от сначала надо получить эту визу во вторых надо иметь какие-то деньги для того чтобы там не знаю месяцев 678 пока разрешение на работу появится как-то жить то есть он может и подрабатывать но он подрабатывает на не очень выгодных условиях там за наличку ему нужно еще на адвоката деньги когда-то там вот скажем несколько лет назад там 6 тысяч бы ему хватило сейчас и 7 и 8 давайте то есть он этот человек находится в гораздо более сложном положении он не может с собой взять а членов семьи тех членов семьи которых он бы легко забрал с собой по гринкарт лотереи даже этих членов семьи он не может с собой взять то есть они конечно могут попытаться въехать но представьте себе вот семья муж жена и трое детей вот представьте себе что такое должно произойти чтобы им дали визу туристическую на мужа жену и троих детей но это вообще да сколько нужно денег показать вообще кем надо быть насколько сложно вот это вот еще подозрение не вызвать то есть они должны подозрить ну должны сознательно спланировать что они будут оставаться и при этом там пойти получить визу под то что они не будут оставаться это какая сложная катавасе другое дело что не имея поддержки внешней государственной эти люди наверное быстрее пройдут социальную адаптацию то есть они начнут с низов они начнут скажем работать там по 12 по 14 часов выкарабкиваться это сформирует у них какую-то стойкость характера какую-то социализацию и через полгодика они смогут уже совершенно по-другому работать они уже будут по-английски нормально говорить за это время выполняя все вот эти вот работы там и так далее и так далее то есть конечно это вот они пройдут закалку некоторую а кто-то может и не выдержать хотя из гринкарт лотереи многие не выдерживают и беженцы многие не выдерживают ну то есть не то что что там толпой не дай бог многие в том смысле что их было больше чем один два три или десять хотя процент конечно был мизерный в точке зрения там кто-то отвернулся но тоже и не все преуспели далеко во всяком случае ожидания у многих не оправдались то есть может быть это намного лучше чем скажем у них было и достаточно для того чтобы не хотеть ехать обратно но это намного меньше чем они думали что им перепадет что они добьются что им как бы положено и так далее так далее значит почему я сейчас вот об этом говорю сегодня 30 августа буквально нам сколько нам месячишка остался до начала приема заявок лотерею green card почему я об этом говорю потому что когда человек играет в лотерею green card я считаю очень здорово когда он не кладет все яйца в одну корзиночку и говорит вот или лотерея green card или вообще ничего не будет никогда пойти все-таки лотерея green card это средство давайте так лотерея green card это средство это канал а цель какая ну цель наверное как-то изменить свою жизнь к лучшему решить какие-то задачи которые важно решить я не знаю какие у кого что кто-то думает о материальном кто-то думает о том чтобы вывести детей в такое общество которое может быть не такое ну не будем рассказывать какое там все знают абсолютно разные мотивы есть у людей но есть значимые цели и они решили что иммиграция для них будет подходящим как бы средством достижения этой цели но это же средство это же не сама цель поэтому green card лотерея игра в green card лотерею это одно из средств а какие есть еще можно сразу сказать других нету и конечно ну значит нету но как бы есть такая эзотерическая идея я не хочу сказать она материалистическая нет абсолютно она эзотерическая такая метафизическая что если ты не кладешь все яйца в одну корзину а даешь возможность как бы вот рассматриваешь возможность вот такую 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 то ты скорее выиграешь в лотерею чем если все что у тебя в жизни есть это вот эта лотерея то есть вот так энергия уникальности невозможности другого вот только лотерея вот и все это повесил всю эту нагрузку дал на лотерею и и ей сложнее для тебя сработать но вот если так я думаю вы понимаете о чем я вы можете соглашаться или нет это отдельно то безусловно в физическом мире это не имеет смысла в метафизическом это имеет большой смысл поэтому если вы рассматриваете несколько вариантов то есть вы отпускаете green card лотерею искать из состояния единственного в состоянии одно из за вы как бы тем самым помогаете ей для вас сработать вот я знаю людей которые много лет играли у них не получалось потом они стали рассматривать другие варианты и в итоге выиграли в лотерею то есть такие случаи есть они не единичны вот так что поэтому я начал сравнивать с политическим убежищем и как бы я объяснил в чем эта связка в чем таскать родство вот этих двух способов как бы каналов иммиграции ну а остальные мы тоже обсудим счастливо а